Сегодня так называемый суд должен в оккупированном Крыму рассмотреть иск Казима Аметова в связи с бесчеловечными и унижающими человеческое достоинство в условиями содержания под стражей ВВС Бахчисара и в СИЗО номер один Симферополя. Я напомню, что Казима Аметов, Бекир Дигерменджи, Асан Чапух и Руслан Трубач были задержаны 23 ноября 2017 года. Мужчин обвинили якобы в вымогательстве денег от гражданина Турции, который задолжал их ветеран национального движения ВИДЖЕ Кашка. В ходе спецоперации по их захвату, их захватывал российский ОМОН, как каких-то террористов. Так вот, во время этой спецоперации ВИДЖЕ Кашка стало плохо, она умерла в кредитской скорой помощи. После полугодового содержания под стражей, оккупационный суд изменил меру пресечения задержанным, в том числе, трем фигурантам этого так называемого дела, в том числе и Казима Аметов на домашний арест. А потом их фигуранты приговорили на три и на три с половиной года условно. И вот сейчас Казима Аметов пытается в суде, в оккупационном Крымском, доказать, добиться компенсации за бесчеловеческое содержание в СИЗО и ЭВС. И с нами на связи Рустам Кемилев, адвокат. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Рустам, расскажите подробности. Суд сегодня состоялся. Что это была за стадия? Есть ли какой-то результат? Да, сегодня суд состоялся. Сейчас у нас проходит стадия подготовки, так скажем, к рассмотрению по существу. Мы, как истецы, соответственно, представляем свои ходатайства, свои уточненные исковые требования. И сторона ответчик также должна представить по требованию суда определенные бумаги. То есть это журналы, в которых отражается содержание Казима Аметова, в каких камерах он содержался, условия содержания. То есть нами было, соответственно, заявлено ходатайство. И вот эти бумаги сейчас мы подготавливаем. То есть сейчас суд подготавливает вот это все для того, чтобы рассмотреть дело по существу. Напомню, что уже по этому делу подано соответствующее заявление, соответствующее в Европейский суд по правам человека. И оно принято, коммуницировано. Поэтому сейчас идет вот такая стадия. И следующее заседание у нас уже назначено на 18 января, на 12.30. Соответственно, сторона ответчик должна предоставить те документы, которые сегодня суд у них запросил. На протяжении двух или трех заседаний мы видим, что сторона практически не готовится к судебному заседанию. И не представляет вот эти вот бумаги, которые требуют суд. Посмотрим, как будет развиваться событие в этом направлении. И какие доводы, так скажем, сторона ответчик будет использовать и представлять. У вас есть надежда, что вы сможете выиграть это дело против системы? Вы знаете, будем думать, что возможность, может быть, такая и есть. Вот, конечно же, ту компенсацию, которую, наверное, запрошен в иске, суд не удовлетворит, будет удовлетворено. Действительно, может быть, это предположение, конечно, мое. Вот, ну, все возможно. А может быть и нет, естественно. И тогда уже будем отстаивать эти интересы в европейском суде по правам человека, так скажем. Вот, и, соответственно, компенсация там будет. Ну, там компенсацию же будут требовать с России. А Россия уже изменила свое законодательство так, что она считает приоритетным свое национальное право над международным. Это значит, что она может не исполнять решение и ей исключать? В этой части здесь не сможет не исполнять. Почему? Потому что Россия находится сейчас также в Европарламенте. И мы знаем, что приняли обратно, так сказать. Поэтому эти обязательства на ней остаются. И, ну, опять прогнозировать что-то и говорить наперед, конечно, не возьмусь. Почему? Потому что, ну, все возможно. И как себя будут вести стороны в данной ситуации, непонятно. Но, по крайней мере, суд ведет себя как-то вот, знаете, можно сказать, что пытается показать состязательность стороны, сторон. То есть пытается показать, что, ну, вот, вы не представили, вплоть до сегодня даже вот судья сказала в адрес представителя ПСИН, что если не будут представлены документы соответствующие, тогда в следующий раз я вам выпишу штраф вплоть до такого. Поэтому, ну, посмотрим, смотрим как.